ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ Илон Маск уже в истерике. Говорит, ну, Дарья, 2030 год. В Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем. Окей. Такер Карлсон. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир. Но у меня-то вопрос простой. А что, кто-то не знает, что у нас все военные сидят на Телеграме? Что, кто-то не знает, что у нас государственные деятели сидят на Телеграме? Потому что казалось, что ватсап американцы, а Телеграм относительно свободный. А теперь что мы будем делать? То же самое, что с Ютьюбом. То есть сейчас начнем срочно разрабатывать что-то свое. Просто интересно, вот сколько должно грянуть, чтобы мы, наконец, начали креститься? Я реально за диктатуру. Я хочу, чтобы у нас в стране была диктатура здравого смысла. Ну, вы меня простите, но на протяжении двух с половиной лет, уже почти трех, мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже, наконец, реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рыбович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но, судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро. Также, как вы меня простите, я человек не военный, я ни на что не претендую. Но после лета 2022 года, когда появились Хаммерсы и атаки пошли на наши склады, неужели никому не пришло в голову, что сейчас время, когда не надо все концентрировать в одном месте? Что склады должны быть скорее разнесены, а не идет концентрация. Что таким образом, когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их фрагменты падают и вызывают пожары. А когда мы разгоняем нашу промышленность, она блестяще работает день и ночь, для того, чтобы произвести как можно больше БК, а дальше мы это свозим в одно место для того, чтобы это там долго горело, вообще-то война идет. Мы называем это специальной военной операцией, Запад это называет войной против России. И не стесняется этого. И будут давать все, что только могут, для того, чтобы нанести нам стратегическое поражение. Переведу на русский язык. Стратегическое поражение – это уничтожение Российской Федерации, русской культуры, российского народа и православия, с которым откровенно борются сатанисты во главе с чертом Зеленским. Абсолютный антихрист. Но вот когда, наверное, глубоко уважаемые депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди», хотя с тем же успехом они могли бы переименоваться, там, не знаю, «Старые лица» или «Старые клячи», да, фильм такой был. Вот господжа Сардана Авсентьева, уважаемый человек, заместитель руководителя фракции «Новые люди», заявляет следующее. Во-первых, я предлагаю выслать из страны всех мигрантов судимостью. Например, с той любимой многими нашими зрителями американский эксперт Скотт Риттер. Ему по политическим причинам влупили в Америке судимость. Это, кстати, совершенно омерзительная статья. А что мы будем делать с таким борцом за свободу, как о нем сказал Владимир Иванович Путин, как бежавший из Америки бывший сотрудник АМБ, который из Гонконга приехал, и вот он у нас здесь находится. Некто Сноудон знаменитый, у него же судимость, с ним мы как будем поступать? Поэтому, уважаемые товарищи депутаты, ну, пожалуйста, голову включите, ну, пожалуйста, хоть на секунду. Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это сложно. Критин Боррель заявляет, что нет, это очень важно, носить удары вглубь территории России, потому что это приближает мир. Ну, давайте возьмем эту логику наоборот. Тогда уничтожение штаб-квартиры НАТО и всех прочих, по идее, по логике Борреля, должен тоже приблизить мир. То есть, если снести с лица Брюссель, Нью-Йорк, Вашингтон, ну, все мировые столицы, то это по логике Борреля приближает мир. Вот что в голове у этих идиотов, и мы хотим с ними наладить какой-то диалог, наша Родина в опасности. Вот если сейчас это не понять, каждому гражданину Российской Федерации, если думать, что можно отсидеться, что все пройдет, это не поможет. Можно, конечно, зажмуриться, но ничего никуда не исчезнет. Мы вступили в тяжелейшую схватку с мировым злом. Мы противостоим абсолютному садонизму. И поэтому сейчас Русь пробуждается. Поэтому каждый, который чувствует в себе силы, понимание и осознание, может сделать свой выбор. Набираешь номер. И вливаешься в ряды своих. Идешь защищать Родину. Взрослые мужики на Брянщине, Смоленщине, Курской губернии, Крым. Я бы сказал, еще Калининград. Всюду, где опасно. Надо создавать сейчас силы самообороны. Как я понимаю, решение принято на высоком уровне. Надо понимать. Надо готовиться. Это серьезное противостояние. Это война. Которую нам объявил Запад. Это война. Война. И в этой войне мы должны победить. ПОДПИСЫВАЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ